Установка Хлынов наконец-таки на сцене, это потрясающе. Этот спектакль посвящен юбилею нашего с вами любимого города. Нас ждет фестиваль на Семи Холмах. И состоятся еще два творческих вечера, да, известных очень артистов. Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий Целищев и я в моменте. Сегодня для меня вновь большая честь приветствовать в нашей уютной студии директора Кировского областного драматического театра Константин Александрович. Добрый день. Мое почтение. Ну что, можно поздравить с окончанием сезона? Практически с окончанием сезона, действительно, 147-й уже по счету театральный сезон нашего театра подходит к своему завершению. Да, традиционно мы закрываемся в конце июня, поэтому еще наши телезрители несколько спектаклей текущего театрального сезона успевают застать. Конечно же, сейчас лето, да, определенную долю репертуара мы посвящаем детским спектаклям. Каждый день идет то или иное название для детского и семейного просмотра. Связано это с тем, что понятное дело в период летних каникул, да, школьники сейчас озадачены своим досугом. Хотя, конечно же, под закрытие сезона, под занавес, да, нашей работы мы успеем показать еще и несколько новых спектаклей. Да, если позволите, я вообще расскажу об итогах нашего театрального сезона. Это был мой следующий вопрос. Конечно же, мы выпустили несколько спектаклей, да, с большим удовольствием. Могу отметить, что все они полюбились публике, все они, да, в последний момент являются одними из самых посещаемых спектаклей нашего репертуара. Ну, а совсем недавно, 31 мая, 1-2 июня, на основной сцене нашего театра состоялась масштабная премьера исторической драмы «Хрынов». Этот спектакль посвящен юбилею нашего с вами любимого города. Все мы знаем, что он, да, в разные исторические периоды носил и разные имена. Сейчас он называется «Киров», когда-то он назывался «Вяткой». А основан он, строго говоря, как «Хрынов». И, да, эти страницы истории нами несправедливо запамятовы, да, поэтому мы решили напомнить, да, всем нашим горожанам о тех событиях, которые происходили на нашей с вами земле в 15 веке. Это период становления России как государства суверенного, как государства единого. И эта история крутится вокруг темы присоединения Вятской Республики к Московскому княжеству. Это был непростой исторический период. Да, каждый даст свою оценку, увидев спектакль. Но могу лишь сказать, что это действительно очень масштабное историческое действие. На сцене вся труппа, да, на сцене невероятной красоты. Костюмы, кольчуга, мечи, да, эффектные очень сцены, связанные с видеоприкционными технологиями. Спектакль был показан дважды, он уже полюбился публике, мы получаем массу восторженных отзывов. Его можно увидеть под занавес нашего театрального сезона 22-23 июня. Ну а уже в новом театральном сезоне, естественно, осенью следующего года он прочно войдет в репертуар театра, и мы будем его показывать ежемесячно. В июле мы ожидаем и готовимся активно к гастролям Государственного академического Большого театра России. Большой театр приедет с оркестром. В один вечер будет дан гара-концерт солистов оперы, а в другой вечер будет дан гара-концерт солистов балета. 14 и 15 июля пройдет это знаковое для города событие. Я не припомню, когда вообще Большой театр приезжал в Киров. Да, возможно, это был какой-то советский период, да, в современной России. Не припомню такого знакового культурного события. Приезжает почти 200 человек. Да, поэтому совсем скоро будет опубликована соответствующая афиша. Следите за новостями нашего театра. А в сентябре мы ждем аналогичный проект, но уже с Мариинским театром. Да, и солисты оперы, и балета Мариинского театра дадут соответствующий гара-концерт. Но уже в сопровождении нашего Кировского оркестра, Вятского симфонического оркестра имени Раевского. Поэтому действительно юбилейный год получился богатым на разного рода события. Но все-таки, по-моему, главная победа – это вот постановка та самая, вот ваша личная. Ну, творческих успехов очень много, но постановка «Хлынов» наконец-таки на сцене – это потрясающе. А какие, помимо творческих успехов, есть вот достижения, которыми можно гордиться, о которых можно, ну, говорить? Ну, это, может быть, улучшен какой-то сервис, может быть, что-то закупили, может быть, пришел новый актер. Это действительно так. Спасибо вам за этот вопрос. Я думаю, все наши телезрители видят, как город преображается в буквальном смысле внешне к юбилею города. Да, вот я вот лично каждое утро еду на работу, радуюсь, да, все центральные улицы в строительных лесах. Строители что-то штукатурят, красят, да, приводят в порядок. Ну, вот, в частности, и мы в Кировском драматическом театре, благодаря поддержке правительства Кировской области, смогли отремонтировать в первую очередь главный фасад нашего здания. Да, лицо театра. Эти работы мы успели провести еще в прошлом году, в 2023-м. В этом году мы привели в порядок скрад декораций. Это отдельное стоящее строение позади здания театра, со стороны улицы Преображенской. Да, тоже оно сейчас сияет обновленным фасадом, обновленной кровлей. Внутри театра, благодаря поддержке изобразного бюджета, на существенную сумму, да, 145 миллионов рублей, мы приобрели комплект современного светового, звукового оборудования. Мы приобрели комплект светодиодных экранов. Именно благодаря этому все те постановки, которые сейчас выходят на наши сцены, обретают в буквальном смысле новый художественный образ. Поэтому эта работа системно ведется. И Кировский образной драматический театр, являющийся, во-первых, крупнейшей сценической площадкой, да, такой знаковой для города, один из старейших театров России, мы благодарны своему учредителю за то, что впервые за много лет и на наше учреждение обращено существенное внимание, да, и мы прям ежедневно что-то модернизируем. Совсем-совсем скоро, буквально, да, несколько дней остается до того, как мы получим положительное заключение государственной строительной экспертизы, получим огромный пакет проектно-смертной документации на полную реконструкцию всего здания. Да, это непростая тема, она длится уже достаточно долго, связано это с тем, что, во-первых, наше здание является объектом культурного наследия, федерального значения, наше здание охраняется, поэтому, когда будет проведен, да, капитальный ремонт, нам важно сохранить все интерьеры, нам важно сохранить фасад, да, в неизменном виде для потомков, да, над этим работает целый проектный институт, да, год шла такая работа, да, вот уже сейчас в финальной стадии получения соответствующих документов, да, государственных заключений, ну, а затем продолжится работа по поиску финансирования, да, и, да, вот буквально там через год, через два театр будет закрыт на капитальный ремонт. А все-таки это капитальный ремонт или реконструкция, как правильно называется? Это называется, вообще это называется работа по сохранению объекта культурного наследия, да, и, конечно, это будет реконструкция. А про труппу. Все-таки с каждым годом вот мы наблюдаем, что приходят молодые артисты, приживаются, появляются ли новые, ждать ли кого-то еще? Ждать в этом году обязательно новые лица, да, конечно же, наша труппа достаточно большая, да, в стадии театра работает 36 артистов, это как мэтры, да, народные артисты России, и заслуженные артисты России, артисты, имеющие наши местные региональные звания, заслуженные артисты Кировской области в этом году, плюс четыре таких артиста. А есть, конечно же, молодежь, да, выпускники, да, соответствующих учебных заведений, театральных институтов. В этом году мы берем пять артистов, только-только выпустившихся из Ярославского театрального института, да, да, выпуск там, конечно, чуть больше, 25 ребят выпустил, выпустил мастер-кулса, да, но вот пять из них, да, пополнят труппу Кировского драматического театра, поэтому с нового сезона мы о них обязательно расскажем, и с нового сезона они уже будут активно задействованы в творческой жизни нашего театра, а в ноябре, да, состоится премьера спектакля «Пиковая дама», поднименный, поднименный Роману Пушкина, да, такая мистическая история, и там вот эта молодежь уже будет активно задействована. Нас ждет фестиваль на Семи Холмах. Какой уже по счету? В этом году он уже пройдет в третий раз. Третий раз. Какие даты? Традиционно, как и все прошлые годы, он пройдет в августе, да, ну, вообще-то не секрет, да, поскольку в августе труппа театра находится на летних каникурах, в отпуске. Да, в этом году со 2 по 10 августа в городе пройдет третий по счету Вятский открытый фестиваль театра кино и журналистики на Семи Холмах, как и в прошлом году Кировский образной драматический театр. Это основная прощадка фестиваля. Там пройдет церемония открытия, как и все годы с «Красной дорожкой», да, с замечательным гавы-концертом, потом внутри театра. Там же пройдет церемония закрытия фестиваля, будут подведены итоги, определенный лучший спектакль фестиваля, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучший фильм кинофестиваля, да, ну, а в промежутке между открытием и закрытием каждый день на сцене театра будет, да, показан тот или иной спектакль. На театральной прощаде, на уличной сцене в непосредственной близости от здания театра, как и в прошлом году, будет оборудован уличный кинотеатр под открытым небом, да, и абсолютно бесплатно горожане смогут увидеть отечественные киноленты, которые еще, многие из которых даже еще в прокат не вышли. И состоятся еще два творческих вечера, да, известных очень артистов, Александра Панкратова-Черного, да, в один день. А в другой день состоится творческий вечер Натальи Варлей, да, мы сейчас определяемся со сценической прощадкой, где пройдут эти вечера. И, конечно, по доброй традиции состоятся еще выезда в область, да, в городе Кировичепецк состоятся соответствующие активности. Вообще этот фестиваль необычен по своему формату, поскольку он объединяет театр, да, я уже сказал, что в Кировском драмтеатре соответствующая театральная программа, он объединяет кино, да, и вот уличный кинотеатр будет, программа в кинотеатре «Смена», и объединяет журналистику. Совместно с Кировским отделением Союза журналистов России будет проведен большущий медиафорум, да, всероссийского масштаба, он тоже будет пророчен к празднованию 650-летия города, приедет председатель Союза Владимир Саравьев, приедут коллеги-журналисты из, не только из Москвы, Санкт-Петербурга, из массы других регионов страны, это будет прямо такой всероссийский съезд, он пройдет на сцене Вятской филармонии. И таких фестивалей-то в стране, которые объединяют одновременно и журналистику, и кино, и театр, собственно, он у нас один, да, проходит он у нас в Кирове, и журналисты, основной темой медиафорума и обсуждения журналистов будет как раз связано с культурными событиями, как освещать спектакли, как освещать, да, концертные программы, как освещать события в области кино, так, чтобы, да, и привлечь внимание общественности к культурным событиям, так, чтобы, да, своевременно и качественно, и наиболее полно осветить эти события. Почему-то я ожидаю, что в Киров приедут звезды, но вот вы услышали в Орле, Александр Панградов, Черный Соловьев. Кто еще будет? Будет еще? Оскар Кучера, Марат Башаров, Анастасия Стоцкая и много-много еще других звездных имен, да, концепция фестиваля заключается в том, что он объединяет известных артистов театра и кино, да, с каждым годом это все сражнее и сражнее не повторится, но пока нам это удается, да, и это приедут артисты, которые ни в прошлом, ни в позапрошлом фестивале не принимали участия. Еще раз хочется подчеркнуть, на каких ресурсах следить за появлением новостей? Это в официальной группе драматического театра? Во-первых, это официальная группа Кировского образцового драматического театра, его официальный сайт, и есть, конечно, сайт фестиваля. Отдельно? Отдельный, да, в любом поисковике можно набрать фестиваль на Синих Хару. Как попасть на мероприятия? Заранее надо пройти регистрацию где-то? Есть мероприятия, которые посещаются исключительно по билетам. То есть приобретать билеты? Да, это, конечно, спектакли, творческие вечера. Есть мероприятия общедоступные, да, как кино на площади. Да, есть мероприятия в кинотеатре «Смена». Там обязательно необходима предварительная регистрация. Это связано исключительно с тем, что, ну, как мы понимаем, да, место в кинозале ограничено конкретным количеством мест, а спрос, как правило, больше, чем количество мест в этом зале. Поэтому это тоже бесплатное мероприятие, но нужно просто предварительно зарегистрироваться. И личный вопрос, Константин Александрович. Вы уже, получается, в Кирове два полных года. Да. Вот как открывается для вас этот город, за что вы его любите сегодня, что, может быть, не сразу поняли в нем? Есть что-то такое, что открылось вам вот только недавно, спустя время? Ну, вы знаете, чем дольше я нахожусь в этом городе, тем больше я в него влюбляюсь. Во-первых, этот город невероятной красоты с точки зрения, да, архитектуры, особенно расположенной в центре. Этот город невероятной истории. Как мы понимаем, за 650 лет много что произошло. Я работаю над спектаклем «Хрынов», а действие, я его напомню, происходит в 15 веке. Я просто был вынужден изучить очень много исторической литературы на этот счет. И мне кажется, что неважно, как город называется, назывался ли он Хрынов, называется ли он Вятка, называется ли он Киров сейчас, Сейчас отмечу, что важно сказать, что подавляющее большинство горожан невероятно любят этот город и хотят его изменить. А будущее этого города зависит от нас с вами, от тех действий, которые мы делаем с вами сегодня. Поэтому я уверен, что юбилейные события, да, станут зарогом счастливого, да, будущего нашего города. Вот как-то так. Спасибо огромное за эту встречу.